Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В июне, а именно каждое третье воскресенье июня, отмечается День медицинского работника. И сегодня у нас в гостях заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы врач-онколог Юрий Якушев. Здравствуйте, Юрий. Добрый день, Николай. В феврале у нас Юрий был в гостях. Естественно, что очень часто в нашей программе выступают медики самых разных направлений. Мы говорим о каких-то новых способах лечения, мы говорим о том, какие кадры у нас работают в Люберецкой областной больнице. Практически все основные направления у нас уже побывали. Но сегодня вам придется, Юрий, отвечать за всех, потому что День медицинского работника. Хотелось бы поговорить на эту тему с разных сторон. Ну, во-первых, медики как-то вообще отмечают этот день? Или только поздравления приходят от пациентов и тех, кто является родными и близкими? Спасибо, что еще раз пригласили, Николай. Очень приятно быть у вас в гостях. Безусловно, День медицинского работника для нас, для врачей, для всех медицинских работников, для всех тех, кто связал свою жизнь с этой астезией. Безусловно, это наш любимый праздник. И, конечно же, мы его отмечаем. Отмечать праздник, профессиональный праздник, все привыкли по-разному. Кто-то отмечает в семье, кто-то в большинстве своем отмечает на дежурном посту, на работе. Кто-то, как я планирую в этом году, отмечает его, принимая участие в лекционных встречах. То есть, в данном случае это будет лекция посвящена онкологии, все той же, которая будет проходить в Обнинске. Поэтому, естественно, это и какие-то торжественные ужины, это, естественно, поздравления и руководителей, особенно отличившимся сотрудникам за прошедший год. Поэтому здесь отмечать, безусловно, никак нельзя. Постоянно только получение, в том числе, получение поздравлений как от пациентов, как от коллег, как от родственников. То есть, безусловно, праздник для нас очень святой. Ну, я так понимаю, что об этом празднике вспоминают, может быть, некоторые не всегда вовремя. Но помню, что где-то в июне, день медицинского работника, и те, кто так или иначе, а жизнь подсказывает, что с самого нашего рождения мы периодически сталкиваемся с врачами. Поэтому сразу же заранее задумайтесь об этом. 19 июня у нас, по-моему, да, в этом году? Да, в этом году это 19 июня. 19 июня. Поздравьте, пожалуйста, всех своих медиков. Может быть, у вас медики в семье есть, профессиональным праздником им будет приятно. Ну, давно мы не сдавали эту тему. Оклемались мы уже от пандемии? Тут про ОСПу начали говорить, нам к чему-то новому нужно готовиться? Или это пока где-то так, что слышно среди врачей, какие слухи? Я думаю, что от пандемии в том ее большом аспекте, ключе, конечно же, мы оклемались. Все, без исключения, все специальности в свое время, так сказать, на свечке, на пике этой пандемии были задействованы. Задействованы на лечение пациентов с ковидом. Сейчас, естественно, ситуация практически полностью отпустила. Есть случаи, ну, в данном контексте их можно уже называть единичные случаи заражения ковидом. Какая-то обычная просто болезнь. Ну, даже совсем прям просто, да, имеется в виду чисто математически. По количеству вновь выявляемых случаев это совсем-совсем единицы. Безусловно, появление новых болезней – это всегда вызов нам, медикам, вызов медицинскому сообществу. И появление в том числе и ОСПы обезьян, и не так давно был вирус Эбола. Но вот это все так же те или иные болезни, которые все равно как-то выходят, так скажем, из-под контроля. И к этим вызовам нужно быть готовым. Да, проявляют себя. Эти болезни известны, слава богу. Для нас был неизвестен ковид в принципе. И так мы его изучили. И слава богу, наверное, уже можно сказать, что в большинстве своем его в определенном степени победили. Но если не до конца, то очень-очень-очень значительно. А те болезни, которые возникают, возникают в эндемичных зонах, возникают для континентов определенных. Безусловно, что та коммуникация, которая сейчас существует в мире, невозможно эту болезнь какую-то из них не распространить. Но противоэпидемические мероприятия, вакцинации, соблюдение санэпидрежима благоприятствуют нераспространению данных инфекций. А вам, как врачу и как руководителю, важно, чтобы люди приходили не уже когда, как говорится, все болит, то тут, то там. А именно приходили на профосмотры, приходили на какие-то дополнительные, ну просто немножечко, чуть-чуть заранее. Тем более вы, как врач-онколог, прекрасно, да, мы знаем, что всякие стадии этой не очень приятной болезни, мягко говоря. Можно определить заранее, и человек может остаться живым. Как тогда попытаться заставить человека профилактически проходить эти? Безусловно, безусловно, важно, важно это и со всех точек зрения, это важно и с точки лечения пациента, да, о его прогнозе. Мы даже сейчас онкологию опустим, ну в принципе какое-то, да, заболевание, общее заболевание. И онкология-то на самом деле не на самом первом месте стоит по болезням в ранжире, скажем так, да. Да, есть сердечно-сосудистая патология, это инфаркты, инсульты, которые уже долгое-долгое время завоевывают первое место в пике смертности. Поэтому, конечно, это важно, когда пациент следит за собой, когда он посещает врачей, когда он проходит диспансеризацию. Она в определенной степени поверхностная, но она дает информацию о состоянии здоровья. Это выполнение рентгенографии или фиорографии легких, это выполнение клинического биохимического анализа в крови минимального набора, которые позволяют при отклонении от норм дальше углубленно исследовать пациента. При этом его ничего не беспокоит. Но выявляемость хронических, а не уже хронические болезни, достаточно в этом отношении высока. И заставить, естественно, это информирование пациентов, да, это информирование о том, что есть программы такие, программы чекапов, они уже длительное время идут и в нашем регионе, в московском регионе, и в регионах России, в принципе, которые занимают полтора-два часа, почему-то все наши сограждане находят время на то, чтобы пойти отметить выходной на шашлыках, потратить там полтора-два дня сходить, отметить какие-то праздники. Безусловно, это надо, это наша социальная с вами жизнь, но найти полтора-два часа на то, чтобы пройти чекап, у них почему-то времени не находится. А когда возникают уже признаки болезни, это уже болезнь дает о себе знать, и, как правило, она бывает, если мы берем онкологию тоже, когда уже возникают признаки болезни, это уже запущенная стадия. Это, естественно, и пациенту плохо, это и экономически плохо, потому что лечение данной болезни – это достаточно дорогостоящая опция, и государству это накладно, скажем так. Ну, и, скажем так, и не до шашлыков уже будет. И уже будет, да, не до шашлыков, услышав какие-то там страшные диагнозы, пациент иморально к этому не готов. Вчера он ходил на работу, было у него все хорошо, сегодня встал с утра, и, извините, рука-нога у него не двигается. Его разбудила там супруга или супруг в постели, он не может проснуться, у него случился инсульт. А было у него, в общем-то, все нормально, было повышенное давление и так далее, к врачам не ходил, и получил он сосудистую катастрофу. Еще такой вопрос, на сегодняшний день мы видим, что медицина, да, даже по сравнению там, ну, когда я вот маленьким себя помню, да, шагнула при всех сложностях, всех-всех-всех, которые существуют, шагнула довольно-таки вперед. Ну, например, раньше для нас там хирург – это обязательно человек, который что-то режет, сегодня это хирург, который может работать вообще без скальпеля и не прикасаться к нему. Значит, стоматологи – это какие-то там тоже волшебные вещи могут совершать. Причем я сейчас даже не говорю, платно-неплатно, то есть есть платная медицина, есть бесплатная и так далее. В любом случае медицина шагнула вперед, и поставлена была задача, да, продлить жизнь человека как можно дольше. Вот, как кто-то там говорил, разные есть данные, что человек, в принципе, обязан жить 120 лет, как минимум. Вот, при хороших раскладах даже больше. Но почему-то не доживать. То, о чём мы с вами говорили, не заботимся о своём здоровье. Но на сегодняшний день, насколько больницы, да, в данном числе на примере Люберецкая областная больница, готовы порадовать своих пациентов новым оборудованием, какими-то новыми методиками лечения? Вот вы сказали, что читаете лекции и так далее, то есть научная работа. Насколько вот в этом направлении идёт движение в городском округе Люберц? Люберецкая больница является одной из самых крупных в области, в принципе, да. Это порядка трёх тысяч сотрудников, которые работают. Она представлена стационарами, она представлена поликлиниками. То есть весь этот медицинский штат представлен в количестве около трёх тысяч сотрудников. Это почти 1100 коечного фонда. Это очень-очень-очень большая больница. По оснащению на сегодняшний день она не уступает ни московским больницам, ни больницам, в принципе, по России. Это и укомплектованность УЗИ аппаратами экспертного класса. Это современные ангиографы, которые находятся у нас в сосудистом, в региональном сосудистом центре, которые позволяют нам выявить нарушения, которые я говорил по поводу инсультов в головном мозге. Это и ангиографы, которые нам позволяют на максимально ранних стадиях выявления инфаркта миокарда установить стенд пациенту, восстановить проходимость артерии, которая вызвала инфаркт. Также у нас в нашем учреждении выполнена такая процедура, которая называется тромбоэкстракция, когда привезли к нам пациентку, это была пожилая пациентка с признаками инсульта, ишемического инсульта, когда на фоне атеросклероза один из сосудов закупорился в головном мозге и вызвал нарушение движения в стороне, в правой стороне, рука-нога не двигалась, порез. Наши сосудистые хирурги, эндоваскулярные хирурги, они провели операцию по удалению этого тромба из сосуда головного мозга, и буквально на следующий день восстановилось движение и в руке, и в ноге у данной пациентки. Повторю, пациентка возрастная, 82 лет. Да, ей предстоит реабилитационный период, при этом сила в руке и ноге соответствует непораженной части тела. Эта история, это очень положительная ситуация. В нашем округе она начала выполняться, она выполняется на совершенно абсолютно современном уровне. То же самое касается и компьютерных томографов, и магнитно-резонансной терапии. Ну и прочие современные. И прочие. Она на современном уровне, то есть есть томограф, который, скажем так, на стадии своего только становления, там был по полу-теслу. В нашем случае, медицинское сообщество, которое смотрит передачу, поймут, это полторы тысячи, полторы тесла. Это серьёзная, мощная машина, которая на современном уровне подсказывает врачу о той или иной патологии и дальнейшем движении. Современно, абсолютно современно оснащена Люберецкая больница. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы. И продолжим через некоторое время. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер один Люберецкой областной больницы. Следующий вопрос – человеческий фактор. Ну, мы знаем, да, по всяким рассказам, что, ну, во-первых, два направления. Первое – медики это вот, которые действительно, вот, снизошло что-то сверху или какое-то такое материальное состояние у человека, что он прям вот не может не быть медиком и действительно от Бога, что называется, врач от Бога. Вторая версия – что покупают дипломы. Она по-прежнему у народа как-то существует. Я далеко, такой далекий заход. Почему? Кто сегодня медик? Это же должен быть человек, который выслушает, правильно забьет все эти электронные вещи. Это, поверьте, очень сложно, судя по тому, как это делают терапевты на приеме. Да, мы все там пронумерованы, у нас у всех есть УМС, там куча цифр и так далее. Это человек, который должен выслушать разных людей с разным характером, с разными заболеваниями, у которого должно быть терпение, у которого должно быть горячее сердце, опять же, холодный ум, как в еще одной известной профессии. Вот кто сегодня медики, кто окружает вас, и каких вы ждете новых, молодых коллег? И действительно, многие просто переживают, как в знаменитом фильме «Семназгнение весны», там была такая фраза «Кто же нас будет лечить?» Переживают по поводу нового поколения, насколько сегодня… Я почему именно вам этот вопрос задаю, потому что вы читаете лекции, вы человек-ученый в этом направлении. Какой он медик сегодняшний и медик будущего? Все верно вы сказали. Те сравнения, те эпитеты, которых вы описали врача как такового, они испокон века такие были. Туда идут смелые, туда идут отважные, туда идут уверенные в себе люди. Но в силу определенных причин, конечно, профессия медика, профессия врача, она меняется в ногу со временем. Наступил век компьютеризации, век машин, соответственно, и медик тоже становится, меняется. Те основные базисные черты характера, которые вы назвали, они, конечно, неизменимы. Он и 100, и 200 лет назад должен был выслушать разных людей с разными характерами, с разными заболеваниями, поставить диагноз и лечить. Лечить 100 лет назад и лечить сейчас – это, естественно, разные вещи. И по препаратам, и по оснащению, и по реабилитации, и по всему. Здесь сравнивать не о чем. Но это… он не может стоять на месте никогда, врач. Он начал учиться в 17-18 лет, закончив школу, и до окончания всей своей профессиональной деятельности… Продолжает. Он продолжает бесконечно, бесконечно учиться, потому что появляются новые данные, появляются новые материалы в его профессии. Он с ними не может не ознакомиться, потому что он и отстанет в принципе, и будет несовременен его толкование болезней. Ему просто должно быть интересно, по идее. И по идее, естественно, ему должно быть это интересно, как это происходит, как это лечится, и как это движется. Соответственно, да, есть компьютеризация, да, это есть работа с машиной. Это полностью, ну не полностью, в большинстве своем облегчает. Оно может быть, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, это и облегчает работу, это и улучшает коммуникацию. Мы нажали кнопку, у нас улетел снимок на консультацию, на другую, в прямом смысле, на другой конец земли. Нам проконсультировали этот снимок, через 15 минут нам прислали обратный результат, и мы сможем с любым, в общем-то, ученым, с любым профессором любого института проконсультировать то или иное состояние. Другое дело, насколько эта коммуникация налажена, это сейчас другой вопрос. Но в этом отношении, да. То же самое, как вы сказали, про хирургию, про скальпель. Если бы делались колоссальные разрезы, да, большая сама по себе хирургическая травма, и так есть катастрофа какая-то в животе, которую нужно решить, плюс хирургическая травма, безусловно, это накладывает отпечаток на реабилитационный период, на хирургические результаты, отдаленные, ближние результаты. А с приходом лапароскопической техники, конечно, 2-3-4 прокола, которые решают эту ситуацию. В этот же вечер пациент встает, ходит, себя обслуживает. Безусловно, это все меняет в корне ситуацию по отношению к лечению пациента. Кто сейчас студент? Ну, безусловно, с течением времени отношения, желания. И, как ни странно, всегда конкурс в медицинские институты, он один из самых высоких. Да, всегда. Как бы это парадоксально ни казалось, да, как бы не парадоксально звучало о том, что зарплата врача не самая высокая на рынке, да, работников. Есть ряд специальностей, которые, в общем-то, менее затратны и во времени, и в усилиях те, которые принимают на себя работник, и более оплачиваемые. Врач, к сожалению, все пропускает через себя. Врач – это тот же самый психолог, который должен понять, успокоить пациента. При этом он понимает, что человек смертельно болен. Понятно, фатально мы все смертны. Да, да. Но донести эту информацию до пациента, успокоить, направить в нужное русло, не дать отчаяться – это тоже задача врача. Вот теперь немножко поговорим о вашем направлении, потому что люди, которые смотрят нашу программу, конечно же, они интересуются теми заболеваниями, которые мы как бы победить пока не можем. Мы говорили об этом с вами в прошлой нашей встрече, но вот я продолжаю эту тему. В чем интерес врача? Как он ищет эти новые способы? Он следит за коллегами, он читает какую-то литературу, он принимает какие-то вызовы. Это одна история. Но потом, как это применить? Вот что лучше – прийти к врачу, который по старинке, сразу говорит – вот то-то, 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 да, и как бы все понятно. Либо приходишь врач и говорит – а давайте вот это попробуем. Правда, пока это новинка и так далее. Врач должен в каком-то смысле рисковать, пробовать новые направления в медицине? В медицине существует единственный и правильный метод – так называемый доказательная медицина, да? Когда то или иное средство, то или иной метод, он доказан, он опробирован уже, и он одобрен для лечения того или иного пациента с той или иной патологией. Но, как вы сказали, все верно вы сказали, что медицина не стоит на месте, и есть такой вариант – давайте попробуем. Вот все, что давайте попробуем, это так называемое в рамках клинических исследований. Добровольцы. Это некие добровольцы, безусловно, которым врач говорит, что мы вас можем лечить вот по такой схеме. И рассказывает в контексте, допустим, онкологии, что при данной стадии, при данном распространенности процесса общая выживаемость – вот столько-то, столько-то, столько-то. Как правило, берутся пациенты уже с запущенных форм, метастатические и так далее. Они нисколько, это надо понимать, они нисколько неподопытные. То есть это было опробировано уже давным-давно, это так называемая третья фаза клинических исследований, их всего четыре, то есть прошла первая, вторая. Токсичность исследована и все остальное на сродных с человеческим организмом животных, это или там мыши, мартышки, обезьяны, ну то есть, в общем-то, на всех этих животных все испробовано. В данном случае, в контексте, это только сама эффективность данного препарата уже на нашей человеческой популяции. И пациент говорит, да, я согласен, но исследование построено таким образом, что ни врач, ни пациент, они не знают, что они получают. Он в действительном смысле может получить пустышку, так называемое плацебо, и знает только третий человек, который дает, это сделано для чистоты эксперимента, чтобы врач тоже не знал, что он дает лекарство или же пустышку. И тем самым две группы пациентов, как правило, да, подобранные по возрасту, полу, естественно, по стадии заболевания. И смотрится, есть ряд определенных там онкологических показателей, выживаемость без прогрессирования, когда человек не запрогрессирован, общая выживаемость, когда он прожил определенное количество времени. Сравнивается уже с известными в данном случае, то есть, если бы мы лечили этого пациента этим препаратом, мы знали, какая будет ситуация, какая будет клиническая картина. И вот это сравнивается на том препарате, который принимался. И когда уже подводятся итоги, что да, мы смотрим, этот человек, в общем-то, прожил, а на самом деле он принимал пустышку. И есть такое. И он пережил тех, кто вообще лечились по нормальной, уже отработанной схеме. Либо мы когда принимаем, уже говорим, что да, они принимали препараты, а он прожил меньше, чем уже на отработанном препарате. Это в общих чертах так построены клинические исследования, и есть институты, которые это делают, человек соглашается на это, он в любое время может от этого отказаться, то есть он понимает, что он начинает погибать, что ситуация выходит из панкатолия, сам пациент начинает понимать, он говорит, я отказываюсь от этого всего, давайте мы перейдем на то, что там осталось. Да, она пробирана. И прийти к человеку, допустим, со знаниями 2018 года и 2022, это уже совершенно, ну, совсем другая история. Это радует, но у нас остается 3 минуты времени, но я не могу не адресовать вам этот вопрос, хотя он больше имеет отношение к фармацевтам, тем не менее без лекарств никуда. Да. И мы прекрасно понимаем, что одной из задач врача, любого врача, конечно же, это медикаментозное лечение, которое связано со всевозможными сложностями, которые нам жизнь еще подбрасывает, но прежде всего это сами средства, которые надо достать иногда, может быть, потому что они довольно дефицитные, не в плане, скажем, редкие. Бывают же такие препараты. Сейчас у нас другие проблемы добавляются, и многие переживают, что какие-то лекарства могут исчезнуть. Вот что сейчас на рынке лекарств? И как врачи следят за этим вопросом? Потому что даже, опять же, я еще к нехорошему, вот, что иногда могут просто выписать, ну, по знакомству какое-то лекарство, которое не нужно, но заработать на этом, как бы, деньги. Такие тоже случаи бывали. Вот как врач и фармацевтика, как они сосуществуют сегодня? Ну, если мы будем говорить о неких санкционных мероприятиях, да, которые в силу определенных обстоятельств сложились, безусловно, есть ряд неких сложностей в поставках того или иного препарата, того или иного расходного материала, но какого-то колоссальной глобальной катастрофы в этом нет абсолютно. Все все прекрасно понимают. Это, ну, будем говорить открытым языком, фармацевтика – это глобальный бизнес. Да, и поэтому уйти, в принципе, с этого, как бы, рынка, ну, никто себе не позволит, не позволит. Так или иначе будут? Так или иначе они будут. Они будут в меньшем количестве, они будут, опять же, закрыта сейчас что? Закрыта, там, рекламация, закрыто, да, там, производство. Но сам препарат, он, как был, так и есть, так он и существует. Естественно, может измениться его, там, стоимость в сторону увеличения, да, ввиду определенных, опять же, обстоятельств. Но какой-то катастрофы сегодня на рынке препаратов не существует. То есть все препараты, которые пациенты принимали, иностранный препарат, они есть. Да, повторюсь, они могут измениться в цене и доступности, но они есть и не существуют. И, опять же, ряд фармацевтических, больших фармацевтических компаний российских перестраивает свой рынок на производство этих препаратов, которые есть. Замещения, скажем. Замещениях, да, жизненно важных, необходимых, которые, так скажем, и в большой семерке, есть такое понятие, которые налаживают сейчас производство в ускоренном темпе, скажем, именно производство, потому что это все уже опробовано, составить формулу, сделать на своих уже производственных линиях. Последний вопрос. Вечная проблема. Как с финансами в городском округе Люберцы у врачей? Врачи довольны? Я понимаю, что вопрос сложный. Вопрос сложный. Денег не бывает. Да, денег много не бывает, но по заработной плате врачи находятся в том среднем коридоре, который, скажем так, по Московской области. Безусловно, близость Москвы накладывает там отпечаток, да, то, что нехватка кадров, вероятность уехать в Москву. И, в общем-то, не глобально, ну, какая-то часть, да, в заработной плате имеет место быть в сторону повышенной в Москве, но это не разы, это даже не полутора разы, это какие-то там, может быть, тысячи-десятки тысяч небольших в разнице в этом. Ну, заработная плата, она же составлена не из только какой-то фиксированной суммы, да, есть окладная часть, назовем ее, так скажем, несгораемой суммой, да, и есть стимулирующие выплаты, которых получает доктор за свою активность, за свою работу, за положительные отзывы от пациентов, за отсутствие жалоб, обоснованных жалоб на пациентов. В среднем, в принципе, врачи и медицинские персоналы заработной платой довольны. Понятно. Ну, остается вас поздравить в вашем лице, передать всем врачам большой привет, держаться, терпеть нас, пациентов, потому что мы разные, но тем не менее, знаете, как опять в случаях с полицией говорят, что если на тебя нападают, все кричат, да, полиция пытается, чтобы их спасли. Ну, а в случае нашего здоровья мы к кому обращаемся? Конечно же, к врачам. И спасибо за те разъяснения, за тот искренний разговор, который сегодня мы посвящаем Дню медицинского работника 2022 года. Юрий Якушев, заведующий стационарным отделением номер один Дуберецкой областной больницы, был в гостях сегодня в программе «Открытый диалог». Я Николай Пивенко, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...